Смотрите, как со стекла слазит пена, потому что здесь антидождь работает до сих пор. Его никакая химия не возьмёт антидождь. Всем привет! В сегодняшнем видео я хочу посвятить вашим вопросам, точнее одному самому главному. Вы меня постоянно спрашиваете, чем я мою свой автомобиль, именно какой химией, каким пенником. И вот сейчас я вам объясню. Я мою автомобиль тремя пенниками. Один пенник для первой активной мойки, второй пенник для нанесения шампуня для ручной мойки и третий пенник для нанесения нановакса, то есть воска. Вот я именно, каждый пенник под свою задачу заточен. Потом, по поводу шампуней. Шампуней для активной мойки у меня здесь ГРАС. В основном я пользуюсь ГРАС ГЕЛЬ ПЛЮС, вот от ГРАСа. И потом есть у меня ещё АКТИМ ФЛОАМ ТРЕК ТРУК, короче, для грузовиков. Вот. Как вы видите по количеству, то моя любимая это вот эта ГЕЛЬ ПЛЮС от ГРАСа. А вот эту химию я купил просто для того, чтобы сравнить и вам показать в одном из видео. Скорее всего, это видео было там в прошлом или позапрошлом году, не знаю. А вот эта химия мне тоже очень понравилась. Это была реклама на моём канале. Мне её присылали на обзор. Можете посмотреть. Тоже очень хорошая. И от этой же фирмы есть у меня вот такой вот наношампунь. Это для ручной мойки. После того, как помоешь ручной мойкой вот этим шампунем, то такое ощущение, что кузов обладает гидрофонным покрытием. И потом, когда я наношу уже после этого вот этот вот нановакс от ГРАСа, то я особо разницы не вижу, что оно прям лучше было. Сейчас вот будем мыть машину. Машина прошла 2500 километров. Я ездил в Казахстан. И антидождь меня там очень выручил. Был такой случай, когда у меня сломался двигатель. Я ехал на прицепе. На прицепе, на поводке, на этом, на тросе меня тянули. И я не стал включать зажигание. И у меня вот скорость там была буквально 56 километров в час. У меня уходила водичка. И все отлично работало. Вот. По поводу антидождя, это реально классная штука. Посмотрите обязательно обзор. Я водой там обливал машину. И она прям классно стекала. И вот в этом видео, сейчас я помою машину, мы посмотрим. Вот здесь же на машине есть вот такие вот участки, где дворники не ходят. Вот. Вот видите, да? Вот она полоска. Вот. И мы сравним, как вот здесь вот водичка будет стекать, где дворники не ходят. И где ходят дворники. Посмотрим, как будет водичка стекать. И еще такой интересный момент, что меня постоянно... Ну, не постоянно, а вот в прошлых роликах спрашивали, вот когда я наносил другие средства, на автомобиль, мешают ли это средства для обзора, появляются ли какие-то блики. Так вот, по поводу вот этого антидождя, ну, решил все-таки рассказать. Я вам обещал, что в каком-то из видео я все-таки сделал обратную связь по поводу антидождя. Я ездил и ночью, и днем. То есть у меня дорога в Казахстан была ночью. С 23 часов до 6 утра ехал. И я вообще не заметил, чтобы что-то какие-то блики были. Вообще все отлично. Но, естественно, перед тем, как поехать, я изнутри хорошо стекло помыл снаружи. В этот раз буду мыть автомобиль средством для мойки грузовиков. Что там болтается, я не пойму. Ни хера себе. Там что-то болтается. Вы слышите? И как туда могло попасть что-то большое, чтобы оно болталось? У меня есть только одно подозрение. А вот эта химия, она перезимовала у меня. И, соответственно, неужели от морозов там что-то случилось? Офигеть! Охренеть, что я увидел. Такое ощущение, что там кусок льда. Но сейчас все-таки конец июля. Вот смотрите, что лежит внутри. Соответственно, я это туда никак поместить не мог. Оно образовалось само. Как оно образовалось, я вообще в душе переживаю. Вот как вот оно образовалось, смотрите. Кто знает, что там находится внутри, напишите в комментариях. Далее идем по поводу пенника. Вы спрашиваете, какой пенник купить. Я вам рекомендую купить отдельно бачок. Вот такой вот от МЖС бачок. И отдельно купить пенник, у которого такая башка. Вы от этого пенника бачок выкидываете и прикручиваете его вот на этот бачок. И у вас получается вот такой классный пенник. В сумме получается дешевле. Но он будет не дороже, если вы бы купили пенник от МЖС. В общем, смотрите, вариант такой. И здесь регулировка хорошая. Здесь не надо много крутить. Буквально один оборот. Может быть полтора максимум. И вот это вот регулируется. То есть она крутится и по кругу, видите. И вот это вот можно настраивать сопло. То есть вот можно вот эту крутить, настраивать шире уже. И получается вот так вот. Всё, сейчас будем мыть автомобиль. А потом... Ну, собственно, к этим пенникам что-то переходить. Потом будем наносить на машину химию для ручной мойки. Я её быстренько варежкой разотру, смою. А здесь у меня пенник от МЖС. Здесь у меня залито нано-вакс. Я её наношу и потом протираю микрофиброй. В общем, насухо стираю. Может быть, я не буду этого делать. Каждый раз мне охота делать. Охота всё-таки на машину нанести керамику, чтобы тупо помыл ручной мойкой. А потом насухо её вытерю и всё. И никакой воск не нужен. Потому что воск работает до первого дождя. Потом он уже хуже работает. Я даже по антидождю заметил, что у меня, когда одна сторона была покрыта антидождём, я выхожу с работы. Дождь шёл, потом высох автомобиль, лобовое стекло. Я смотрю, где был антидождь. У меня там миленькие точечки и она стекала. А там, где не было антидождя, где у меня вот этим нано-ваксом обработано, там стекло прям грязное. В общем, ничего хорошего. Антидождь. Ещё раз говорю, тема классная. Так что рекомендую. Ссылочка в описании будет, как я наносил. И на озон ссылку прикреплю, где я покупал. Всё, сейчас наносим на автомобиль. Я быстренько всё это ускоряю, чтобы вам было нескучно смотреть. Шланг кайфовый, очень мягкий. Мойка керхерка 7, рекомендую. Я обычно машину так мою, мне химию не жалко. Химию не жалко не потому, что вы могли подумать, что мне её занесли. Я её купил на свои деньги и вот уже пользуюсь второй год. А может быть третий, уже не знаю. И она не может закончиться. Вот реально купил большую баклажку и пользуюсь. И не думаю бегать в магазин, не бегать там покупать. Смотрите, как со стекла слазит пена, потому что здесь антидождь работает до сих пор. Его никакая химия не возьмёт антидождь. Чтобы вот этот антидождь стереть, его необходимо брать абразивный материал, типа синяя глина, либо первый бутылёк, когда я наносил, и его так жёстко тереть. А пробовал его стереть, стереть его нереально. И когда стираешь, долго трёшь, трёшь, его прям видно, что он начинает слазить слой. Просто так его фиг возьмёшь. Вон, смотрите, скатывается, как классно. Такое гладенькое стекло. Ну всё, сейчас можно смывать. Вот на этом этапе не надо слишком усердствовать, пытаться смыть прям хорошо пену. Потому что после этой фазы будет вторая фаза, когда мы будем наносить ручной шампунь и тереть. И вот потом вот вторую фазу необходимо хорошо смыть. Здесь, да, здесь как бы надо всё равно смыть по максимуму, потому что это щелочная среда. Потом будем наносить кислотную среду. Кислотность щелочной прореагируется, должна быть какая-то нейтраль образоваться. Удивительный результат. Даже после первой фазы вода скатывается офигенно. Классная олеофобка. Шарики прям висят на месте. Статика осталась, она не может не остаться. Я вам даже показывать не буду, поверьте на слово. Сейчас будем наносить шампунь для ручной мойки. У меня вот здесь вот, здесь примерно 300 грамм. Не знаю, хватит или нет. Надо найти сначала перчатку. Такой вот перчаткой, варежкой. Я убираю статику, то есть второй фазой пользуюсь. Сейчас на улице хорошо, солнышка нет. Пасмурно я могу нанести шампунь для второй фазы и обойти машину. Но когда на улице... Ну, я всегда стараюсь мыть машину, когда нет солнца. А если есть солнце, либо очень жарко, наношу, допустим, на одну половину автомобиля шампунь. Её мою, смываю, а потом наношу вторую половину. Мне запросто хватило вот этих 300 миллилитров, чтобы нанести шампунь на автомобиль. Вот так, смотрю, пока разницы не ощущаю там, где дворники ходили. Сейчас смоем, проверим. Здесь вот так встаю на колесо и достаю очень далеко. То есть всю крышу можно легко помыть. Осталось, вот там чуть-чуть не достаю. Всё, сейчас ополаскиваем. Забыл диски ещё притерять на вторую фазу. На них тоже налёт, прям видно, что он есть. Видите, какая олеофобка появляется после ручной мойки. Ну, давайте заценим, как разница. Работает антидождь на стекле. Нам интересно сравнить в этом месте, где дворники не шоркаются, будет ли разница. Но я разницы не вижу. Напоминаю, машина проехала 2500 км, дворниками за это время я пользовался очень редко. Пользовался только тогда, когда я ехал со скоростью менее 50 км в час. Сейчас третья фаза, это нано-вакс. Я ее наношу и протираю насухо. Но сейчас я попробую просто нанести ее и смыть водой. И посмотреть, вот сколько вот сейчас капель есть, вот вы видите, да, на капоте? Может быть не видите, я вам так скажу. И сколько будет после нее. Сейчас я это просто смою. Да, капель стало чуть-чуть меньше, все-таки. Ну, вот здесь вот прям заметно, что большая часть капота сухого процентов 90 стала после вот этого нано-вакса. А если протереть насухо, вообще будет вот такой результат. Обычно я наношу ее и протираю. То есть, беру вот такую вот микрофибру и протираю, растираю его и насухо протираю. Ну, вот по факту, у вас дождик пройдет и опять эти капли останутся, засохнут. И я в последнее время, точнее сегодня, я не стал протирать. Есть другие домашние дела. Я надеюсь, вам этот ролик понравился. Проходите по ссылкам в описании, смотрите другие ролики на моем канале. Пишите, задавайте вопросы, что хотели бы еще увидеть. На этом у меня все. Пока. Вот, ребят, машина простояла ночь. Я вчера не протирал. Вечером еще был большой дождик. И результат какой? Результаты сами видите? А может быть и нет. Но вот я своими глазами вижу, что здесь есть небольшие разводы. Вот. Если бы я ее даже вчера вытер бы, то прошел бы дождь бы. И все равно бы какие-то бы разводы от капель были бы. Но на капоте особо не видно. Хотя, если вот так вот смотреть вот в эту сторону, то видно, вот видите, да? На лед. Вот сейчас вот я рукой его протру. Вот видите, видите полосу. Вот. Если бы я даже вчера бы тряпкой вытер, все равно бы дождик прошел бы. Вот это бы осталось бы. Так что я вот из-за этого и не люблю протирать. Кстати, по поводу антидождя. Смотрите, два стекла. Первое, второе. А вот это отборно-то антидождем. А вот это нет. И вот вчера машину помыл, сегодня одинаково просто воду смыл и все. Вот здесь вот видите, есть потеки, они засохли. Их хорошо видно. А вот на этом стекле здесь потеков нет. Здесь меленькие капельки. Здесь лучше вода стекает. Вот здесь вот тоже, вот если так вот приглядеться, здесь у нас отлично вся вода ушла. Нет никаких разводов. Потому что стекло у тебя дождем покрыто. Когда вы едете по автобану, едьте всегда по правой стороне. Не мешайте другим участникам провернуть свои вкладыши. Те, кто слева едут быстро на 180 км в час. Вот справа едьте все. Потому что когда вы едете слева, вы просто забываете о том, что вы едете слева. А сзади там человек едет, нервничает, а он хочет вкладыши провернуть. Ему надо быстрее скорость набрать. Побыстрее. Вот только вот на обгоне делать. Вот как раз обогнали и потом обратно вставать в свою полосу. А сейчас я еду. На чем я еду? Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok